Своей нынешней конфигурацией и с подорванным моральным и оборонным потенциалом, очевидно, Украина наступает вперед уже пока что, во всяком случае, в ближайшее время не способна. И в этих условиях может быть сделана ставка на методы ведения террористической войны. В известной степени находимся и Россия, и Беларусь примерно в тех же условиях, как молодая Советская Республика в 20-30-х годах. У нас есть определенные успехи, но это не значит, что противник деморализован, сложит оружие и прекратит сопротивление. Ожидать этого не приходится. Мне очень импонирует стиль работы. Каждый раз об этом говорю, потому что считаю это правильно. Как президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко вот этот стиль, запрос народа на справедливость реализует. Игорь Юрьевич, приветствую вас. Добрый день. Ну, во-первых, поздравляю вас с событием, с большим событием, которого ждали долго, взятие Авдеевки. Что дальше? Я думаю, что взятие, а точнее освобождение российскими войсками Авдеевки и ликвидация плацдарма, который Украина планировала использовать для реализации своих наступательных планов вглубь российской территории, все-таки это в определенной степени такая финальная точка, которая подведена в этом самом украинском контрнаступлении. Эта операция планировалась совместно с западными военными аналитиками, с соответствующими органами управления таких стран, как США, Британия, вместе с командованием вооруженных сил Украины. И под эту задачу были сконцентрированы весьма значительные ресурсы, прежде всего финансовые, а также военные, с точки зрения поставки Украине ряда современных западных образцов вооружения. Перед этим, конечно же, проходило боевое слаживание, обучение иностранными военными специалистами, украинских военнослужащих. Часть сложной техники эксплуатировали непосредственно офицеры стран НАТО, ну, под легендой, очевидно, либо советников, либо наемников. Но в конечном итоге мы понимаем, что это был такой очень продуманный с западной точки зрения и, как им казалось, эффективный план. Но, собственно, мы видим, как все сейчас история расставила на свои места итоги российской операции по освобождению Авдеевки и ликвидации украинского плацдарма. Еще раз говорю, это финальная точка. Ну, и все это, не будем забывать, пришлось на Мюнхенскую конференцию по вопросам безопасности. Это был такой западный военно-политический сходняк, прежде всего, где там даже была вечеринка против Путина, где поднимали бокалы. Этим они запомнились. Выпьем против Путина, да. Звучали тосты. Мне это напоминает ремейк известного нашего фильма «Подвиг разведчика». Ну, за победу, за нашу победу. Ну, и хотелось бы, что среди всей этой разношерстной толпы западных лидеров, военных, разбавленных украинским присутствием, ну, кто-то, может быть, из наших таких вот агентов-нелегалов мог поднять такой же тост. Ну, конечно, это шутка, но прекрасно понимаем, что событие, в общем-то, эпохальное. Месседж получен абсолютно всеми. От Вашингтона до Брюсселя и до Лондона. И теперь, на самом деле, все-таки вот есть ожидание, что будет новый этап. И новый этап вот этого глобального противоборства будет в сторону накачки Украины самыми новейшими дальнобойными ударными вооружениями. Для чего? Ясно, что уже в своей нынешней конфигурации и с подорванным моральным и оборонным потенциалом, очевидно, Украина наступает вперед уже пока что, во всяком случае, в ближайшее время не способна. И в этих условиях может быть сделана ставка на методы ведения террористической войны. При прямой поддержке Запада Украина может получить, ну, во-первых, новые партии дальнобойных крылатых ракет. Здесь бы я выделил, конечно, и «Шторм Шадоу». Ранее поставки указанных типов оружия осуществляли Великобритания и Франция. Кроме того, есть определенные схемы, по которым Украина может получить и немецкие крылатые ракеты «Таурус». Либо напрямую, ну, это понадобится дорабатывать, модернизировать те самолеты, которые будут адаптированы под использование указанного типа крылатых ракет. Либо же, тоже об этом озвучивалось, что крылатые ракеты «Таурус» Германия передаст, например, Великобритании и Франции, а те весь наличное количество оставшихся ракет крылатых «Шторм Шадоу» передадут вооруженным силам Украины. Параллельно с этим американцы поставят баллистические ракеты «Атакмс» с дальностью нанесения ударов свыше 300 километров. Это тоже высокоточное оружие. Плюс весна-лето поступление «Ф-16» — это платформы, по сути, которые смогут нести и осуществлять боевое применение самых новейших также типов западных вооружений. Прежде всего, крылатых ракет. В этих условиях есть ощущение, что именно по этому пути будут сосредоточены усилия наших западных противников. Что касается пакетного голосования в Конгрессе на выделение в числе прочих траншей Украине свыше 60 миллиардов долларов, республиканцы каким-то образом блокируют это решение. Но сбрасывать со счетов то, что здесь может быть найдена некая развязка, тоже, очевидно, не стоит. Поэтому новый этап нуждается в новом осмыслении реалий и, разумеется, в выработке уже сейчас, на том этапе, на котором мы находимся, каких-то мер противодействия, как политического, так и военного характера. Еще раз хочу сказать, конечно, при том, что, по сути дела, идут бои местного значения, но взятие, освобождение, в данном случае, с нашей стороны Авдеевки и инквидация украинского плацдарма, с которого планировалось дальнейшее наступление, в контексте общей военно-политической обстановки, это знаковые, может быть, даже, не побоюсь этого слова, эпохальные события применительно к театру военных действий и к контексту той военно-политической ситуации, в которой мы сегодня находимся. Наверняка вы видели и такие бравурные оценки, мол, а теперь-то все у них посыпется, и в том числе и западная помощь тоже посыпется. Я не сторонник, скажем, шапка закидательских оценок. Вот эта большая геополитическая игра, она продолжается. Разумеется, у нас есть определенные успехи, но это не значит, что противник деморализован, сложит оружие и прекратит сопротивление. Ожидать этого не приходится. В этой связи, конечно же, нам необходимо решать целый ряд вопросов. Если мы говорим про внешний контур, это не дать возможность США и их западным союзникам создать такой единый сплошной антироссийский фронт. В этом плане мы видим активную работу российской дипломатии. Это тоже одна из задач формирования дружественного пояса вокруг нас. Действуем здесь в зависимости от ситуации. Понятно, что такая страна, например, как Бразилия, либо Венесуэла, я уж не говорю про Кубу и Никарагуа, они поддерживают Российскую Федерацию. Кто явно, кто скрытно. Но по факту это так. Праллельно с этим мы активно, конечно, работаем с нашими союзниками по СНГ, по ДКБ. Здесь ключевая, конечно, дружественная нам союзная страна. Это Республика Беларусь. Вне всякого сомнения, учитывая, что у нас общевоенное планирование, единая группировка войск. В Беларуси российское тактическое ядерное оружие. Белорусская армия получила носители, с помощью которых это оружие можно при необходимости применять. И в этом плане, конечно, мы здесь выступаем плечом к плечу, единым фронтом. Но я полагаю, здесь отношения не просто союзнические, а в высшей степени и доверительные, и защита общих национальных интересов. Это важно. В целом, мы понимаем, что надо держать вот это поле СНГ, не пуская сюда вне региональных игроков. А здесь мы видим очень активную работу и американцев, и англичан, и руководителей их спецслужб. Видим очень активную попытку проникновения, особенно в регионы Южного Кавказа, таких стран, как Франция и Германия, которые явно не дружественны. Сегодня Россия, де-факто, является прямыми военными противниками. Поэтому в этой сложной ситуации, естественно, каждое ведомство, ответственное за свой участок работы, оно старается максимально эффективно действовать. Это касается и внешней разведки, это касается и контрразведки. А противник, надо сказать, активно пытается, во-первых, создать и поддерживать в таком оперативно развернутом состоянии и террористические ячейки, террористическое подполе. В этом плане здесь органы ФСБ и МВД России достаточно активно работают. Хотел бы особо отметить эффективную работу российской военной контрразведки. Кстати говоря, у наших спецслужб также очень хорошее взаимодействие между ФСБ и СВР, с одной стороны, и Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь. То есть, по всем основным направлениям мы работаем эффективно, еще раз понимая, что в том числе необходимо преодолевать и санкции. А в плане преодоления санкций у нас очень хорошие здесь есть возможности действовать вместе с белорусскими предприятиями, производителями, как закупая эту продукцию для себя, а так и помогая ее экспортировать. Еще раз с огромным удовольствием хочу отметить, я бы сказал, такую целеустремленную работу сотрудников посольства Белоруссии в Москве. Исключительно активен посол. Отмечу также работу и всех старших дипломатов. Люди нацелены на практическую реализацию тех установок. Мы следим за белорусским информационным полем, который ставит президент Лукашенко. И именно в сфере максимального экспорта белорусской высокотехнологичной продукции делается очень много, чтобы она шла в российские регионы. Это касается всех направлений, не только машиностроения, автомобилестроения, тракторостроения, но и касается экспорта и сельскохозяйственной продукции, а также легкой промышленности, изделия легкой промышленности. Это все нормально, потому что действительно, ну зачем нам укреплять какого-то внешнего игрока, когда есть возможность максимально сосредоточиться, что мы будем потреблять максимальный объем белорусской продукции, прежде всего, у себя в России, для того, чтобы помогать братскому нам государству быть более сильным и уверенным в своем развитии. Ну вот сейчас стало известно, что Евросоюз согласовал 13-й уже, если я не ошибаюсь, по счету пакет санкций против Российской Федерации. Как думаете, это все еще работает, или это в их сознании больше работает, вот эта санкционная политика? Ну санкции введены уже предельно жесткие. Да, ну просто очередной пакет, очередной пакет. Мне кажется, люди, обычные люди уже запутались, какой там пакет, да на что он влияет. Лично я получил все западные санкции, кроме двух стран. Японии и США. Все остальные, начиная от Великобритании, стран Евросоюза, заканчивая там экзотическими государствами в Тихом океане, типа Австралии, Новой Зеландии тоже ввели санкции. Вы знаете, ну я воспринимаю этот вопрос философски, хотя, конечно, наработаны были сотни очень хороших контактов, связей. И люди с той стороны теперь боятся взаимодействовать. Кто-то боится, кто-то продолжает. Но в определенной степени это связано с попытками, чтобы вот какой-то экспертный диалог, он разрушить его. Да и просто взаимодействие экспертное. Я вижу это так. Да, будут новые санкции, они коснутся прежде всего, очевидно, расширение списка предприятий и конкретных лиц, на которых будут пытаться оказывать вот это давление с целью максимально затруднить их эффективную работу. Мы видим разные примеры, когда там наши крупные бизнесмены отдельные достаточно болезненно воспринимают эти санкции, конечно, от них ничего хорошего нет. Но работать-то все равно можно и нужно на пользу России. Впереди все-таки два года специальной военной операции. К этой дате, конечно же, американцы постараются максимально сильно еще раз ударить. Посмотрим, по каким направлениям. Конечно же, еще раз повторяю, от санкций ничего хорошего нет. Но вместе с тем надо понимать это и воспринимать как неизбежное такое зло, которое хотя и мешает, но тем не менее не связывает полностью по рукам и ногам. Вот в этом глобальном мире полностью задушить Российскую Федерацию не получится. Во-первых, мы слишком большие. Во-вторых, вопрос внутри политической устойчивости у нас решен по всем направлениям, скажем так, возможной дестабилизации, которые просчитывались нашими противниками. Главное сейчас сосредоточиться на конкретных, в общем-то, вещах. Это все-таки обеспечить бесперебойное функционирование основных направлений российской экономики. Да, у нас есть рост. Этот рост обусловлен с одной стороны активным инвестированием в оборонно-промышленный комплекс, но и другие сферы экономики, они в принципе, невзирая на санкции, достаточно устойчиво работают вот даже в этих неблагоприятных, казалось бы, условиях. Здесь важно что? Во-первых, просчитывать риски. Во-вторых, все-таки заглядывать за горизонт. Наш горизонт планирования не должен составлять три месяца, либо полгода, год. Надо заглядывать за горизонт. У нас это, скажем, во многом не то, что не принято, но не практиковалось со времен, после того, как известные съезды ставили задачи на пятилетний период. Но в условиях даже рыночной экономики необходимо просчитывать риски. И, конечно, необходима активная борьба с иностранной агентурой. Я в данном случае не призываю к охоте на ведьм, но даже если посмотреть последние новостные ресурсы, которые давали информацию, есть активное воздействие на то, чтобы создать террористическое подполье, как на территории новых регионов России, так и внутри. Поэтому работа по этой линии необходима. И второе – это выявление, скажем, такой глубокой агентуры прикрытия. Вот только что здесь, например, у нас появилось сообщение, оно не раскрыто, но там один из крупных в прошлом дипломатов, который работал в нашем посольстве во Франции, получил 18 лет с лишением воинского звания полковника запаса. Ну, понятно, о чем идет речь, тем не менее, выявляется агентура. И как бы в этом плане надо активно взаимодействовать, конечно же, нам по линии спецслужб, в том числе и с Республикой Беларусь. Но здесь, во всяком случае, по тем комментариям, которые дают Нарышкин, Бортников и Тертель, соответственно, со стороны Беларуси, мы понимаем, что здесь все налажено. Но тем не менее, это тоже задача выявления агентуры противника. Она такая многоплановая задача. Зачастую изменения научно-технического прогресса делают не совсем эффективными такие методы выявления агентуры способами классической контрразведки. И, конечно, надо работать над тем, чтобы проникать в спецслужбы противника, приобретать там агентуру. Сегодня мы помним, что если была в свое время кембриджская пятерка, Белл и Уэлдрич Эймс, то есть теоретически можно предположить, что и в западных спецслужбах есть люди, которые в силу тех или иных причин готовы к взаимодействию. Вопрос поиска этих людей и создания таких условий, если они выходят на контакт, дальше их не раскрыть перед противником, работать. Но это такая закрытая, деликатная сфера. Мы здесь также рассчитываем, что и дружеское взаимодействие, обмен разведывательными данными без раскрытия конкретных источников, тоже поможет нам, Россия и Беларусь, успешно эту задачу так или иначе решать. Потому что нацеленность на агентурное повникновение, эта задача по-прежнему стоит перед спецслужбами нашего противника, и это надо учитывать. Ну, конечно же, необходима и работа по тем лицам, которые называют себя оппозиция, на самом деле является такой вот прямой платной агентурой, только открытой. Мы знаем, что эти люди де-факто встают уже на путь создания террористических организаций. То есть чисто от оппозиционной деятельности, оказавшись в странах НАТО при поддержке соответствующих спецслужб и органов власти, стран-членов Евросоюза, формируются уже такие вот, ну я бы сказал, прямые террористические подразделения, которые дальше там в часык спланируется, что они будут переброшены, либо начнут действовать соответственно на белорусской, либо на российской территории. Это тоже серьезная задача, серьезная угроза, и для оккупирования ее необходимы соответствующие методы реагирования. Более того, Александр Лукашенко провел совещание с силовым блоком белорусским. Основная мысль – предельно быть готовым к отражению вызывав угроз разного толка, но говорил о многих угрозах в том числе, и вот то, о чем говорите вы, что те самые, ну так называемые оппозиционные деятели, которые сейчас на Западе, они, естественно, пытаются доказать свою важность, нужности. Три сценария развития событий обрисовал глава государства перед силовиками. Вооруженное вторжение очень маловероятно. Второй – использовать политические кампании. которые и в Беларуси, вот, кстати, в воскресенье выборы, единый день голосования у нас, совсем скоро выборы президента России, далее потом у нас тоже президентские выборы, но тоже, в общем-то, маловероятно, потому что это затратно ресурсами. А вот третий, и он назвал наиболее вероятным, это как раз-таки, даже процитирую, игра в долгу с широким задействованием инструментов мягкой силы на случай провала первых двух вариантов развития событий. Ну, по сути, эта игра и не прекращалась, сколько существует суверенная Беларусь, да и Российская Федерация. То есть вечный бой, получается, спокойно только снится. Ну, мы сейчас в известной степени находимся и Россия, и Беларусь примерно в тех же условиях, как молодая Советская Республика в 20-х, 30-х годах. Время предвоенное, и противник очень активно, пока что без вторжения, но пытается совершенствовать и диверсионную, террористическую работу и влиять на общественное настроение, ну и, разумеется, агентурно проникать в центр принятие решений, потому что знание о секретах государства всегда позволяет его противникам использовать эти секреты во вред этому государству. Против нас нацелены сегодня весь разведывательный и контрразведывательный пул. Кроме того, есть государства, которые формально не будучи членами НАТО, тем не менее, ну, активным образом также кооперируются с западными странами для того, чтобы достигать общего результата. В этом плане, конечно же, вызовы очень большие. Александр Григорьевич исторически всегда уделяет очень важное значение этому направлению. И это действительно правильная оценка, потому что сегодня вот эта работа подрывная, она носит такой системный и, я бы сказал, долговременный характер. Конечно, главное здесь это обеспечить вот такую психологическую устойчивость общества. Потому что зачастую то, что называется когнитивной войной, как раз направлено на то, чтобы завладеть нашим сознанием, либо сознанием людей, а дальше уже задавать некие тренды, которые могут влиять и формировать новую политическую реальность. И в этом плане вот такая разъяснительная, с одной стороны, работа, а с другой стороны, профилактическая работа, она также крайне важна. В конце концов, ну, понятно, что объект воздействия человек. А сегодня в условиях информационной открытости, опять же, наличие тех же самых способов потребления даже запрещенного контента, есть у каждого обладателя гаджета, либо айфона, либо айпада и так далее. И в этом плане важно формировать, прежде всего, критическое мышление. Человек, оставаясь один на один вот с теми огромными массивами, нацеленной на него информации, если сформирована его, ну, система ценностей, убеждений, способность к критическому анализу, крайне тяжело будет пробиться через это тем ядовитым стрелам информационным, образом, которые направлены на сознание конкретно взятого человека. В этом плане историческая память, преемственность, это почитание героев Великой Отечественной войны. Память о подвигах советского народа и советской армии – это важнейший фактор и фундамент психологической устойчивости и человека, и общества. Мы здесь не должны, скажем, знаете, занимать такую позицию, как страус, который прячет голову в песок, но надо активно, и вот я вижу, как в Беларуси это делается, ведется работа по, опять же, чтобы показать истинные лица вот этой оппозиции, на самом деле политических врагов белорусского народа, надо четко показывать, что стоит за этими расчетами. Конкретный, циничный, подлый расчет. И надо показывать, что в том, что наши силы и преимущества в том, что при всех несовершенствах, может быть, общественно-политической модели развития, которая так или иначе корректируется, развивается. Показать, что хотим мы, и в конечном итоге, что хотят они. И вот, мне кажется, здесь, опять же, на таком вот социальном фронте, на защиту наших ценностей семьи, традиционной семьи, опять же, показывать больше не западных фильмов, хотя их тоже интересно посмотреть. В этом плане, я думаю, что вот такая борьба, она вечная, понимаете? Потому что пока не исчезнут государства, они, видимо, не исчезнут еще очень долго, и никогда, скорее всего. Вот это вот противоборство между социумами, между политиками, между государствами, оно будет неизменно. Другое дело, что мы должны проповедовать и говорить, что мы строим лучшее общество. Мы стремимся к той модели развития, когда не будет вот всех тех, скажем, информационных и социальных фекалий, которых мы наблюдаем сегодня, например, в западном обществе. И здесь же, опять же, надо искать возможности диалога с вменяемыми, либо разумными людьми, политиками, политологами, журналистами на Западе. Я думаю, здесь поле не паханное, и есть к чему стремиться, но понятно, что мы не можем окукливаться при всем уважении к Корейской народно-демократической республике, мы не можем превращаться в осажденную крепость, вот в такую Северную Корею, потому что у них вот эта ситуация, она была вынуждена, потому что на них давили отовсюду, они были полностью готовы были раздавить, поэтому их модель, это модель противодействия в условиях, я бы сказал, форс-мажорных обстоятельствах. У нас здесь ситуация все-таки более благоприятная, поэтому мы должны, защищая, тем не менее, свое информационное пространство, свой взгляд в наше будущее, мы должны сохранять устойчивость в социальной модели, которая бы, во всяком случае, большинством населения воспринималась как справедливость. И если мы, особенно политический класс, лидеры государства, они должны это понимать, любые трудности преодолимы, если у народа, у общества есть понимание, что это справедливое общество и справедливое государство. И в этом плане, я еще раз говорю, мне очень импонирует стиль работы, каждый раз об этом говорю, потому что считаю это правильным, как президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко вот этот стиль, запрос народа на справедливость реализует в общениях с министрами, в общениях с населением, своими взглядами, подходами. Это то, что называется народный лидер. Такие лидеры, они не могут быть устранены извне, потому что пользуются социальной поддержкой абсолютного большинства, а следовательно, это устойчивое функционирование политической системы государствовцев. Вот еще тоже важный тезис, который я хотел бы еще раз обозначить, необходимо более плотное экспертно-аналитическое взаимодействие. Я вообще выступаю за внешнюю экспертизу, в том числе и целого ряда решений на треке российско-белорусского взаимодействия. Это и по созданию информационного холдинга союзного государства, и аналитика, и дорожная карта, которую эксперты могут выстраивать и реализовывать. Потому что, понимаете, здесь это очень важно. На дорожная карта экспертная оценка тех или иных решений. Пусть это не может быть сделано публично в силу тех или иных причин, но тем не менее на треке экспертного взаимодействия обязательно надо развивать весь комплекс вот этого сотрудничества. Я хочу сказать, что мы, например, в лице Белорусского Института стратегических исследований видим не просто ведущий мозговой центр белорусский, но и очень хороший уровень аналитики, востребованности и, скажем, оценки в прагматичном плане, что надо делать, как действовать для того, чтобы менять окружающую нас политическую реальность к лучшему. И в этом плане мы намерены продолжить наше активное взаимодействие с Белорусским Институтом стратегических исследований и с соответствующими аналитическими подразделениями Совета безопасности Республики Беларусь для того, чтобы вместе анализировать ту или иную тематику, те или иные решения, либо планируемые, либо реализуемые, все-таки страховать нас от тех моментов, которые потенциально могут быть либо негативными, либо опасными по сути. Это необходимо делать. Да, есть ведомственное взаимодействие, это все правильно, но еще раз повторяю, мозговые центры сами по себе должны быть активно задействованы в процессе информационно-аналитического обеспечения, принятия важнейших решений по вот в том числе таким стратегическим линиям взаимодействия и развития. Сложно с вами не согласиться, но самое главное, на мой взгляд, чтобы вот все, о чем вы говорите, понимаете, это наше. Мы между собой решим, как тут правильно обустроить нашу землю в Беларуси, в России. Ведь что происходит последнее, не то что последнее, на протяжении многих веков, что к нам все время лезут за своим устам в наш монастырь. И там рассказывают, как мы должны жить, начиная с того, что мы должны есть, как выбирать, как спать, ложиться и с кем. Уже сейчас начинают нам пытаться рассказывать. Вот это вот точно с нами, наверное, пока, во всяком случае, не проходит, это вселяет оптимизм определенный. Особенно нам всем важно это все понимать. Большой день нашей общей истории, 23 февраля, день образования рабочей крестьянской Красной Армии. Ну, сейчас мы его отмечаем как День защитника Отечества и в Беларуси, и в России. И в этот день традиции, наши героические традиции, ну, как нельзя уместнее вспоминать. Это действительно так. Мне искренне хотелось бы поздравить тех, кто нас слышит, видит. С Днем Защитника Отечества, с Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота. Мы не отказываемся от своих великих исторических событий, от наших великих побед. Ну и, конечно же, самые добрые, теплые слова – это нашим военнослужащим российской и белорусской армии, которые надежно защищают сегодня в этом непростом мире честь, достоинство и суверенитет наших государств. Ну и, конечно же, мои особые слова в адрес личного состава группировки Вооруженных сил России, других силовых министерств, ведомств, задействованных в решении задач специальной военной операции «Только победа, наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». Я думаю, вот эти всем известные слова великого государственного деятеля Иосифа Сталина, как нельзя лучше, наверное, все-таки характеризуют те ожидания и те надежды, которые мы связываем с этим памятным днем 23 февраля. «Удачи, мир на небо и, безусловно, победа». Спасибо за такие слова. Спасибо вам за неизменный интерес, а самое главное за такие острые и актуальные проблемы, которые вы поднимаете, потому что это нужно делать сегодня для того, чтобы, по крайней мере, быть устойчивым вот в этом огромном турбулентном, а зачастую враждебном нам мире. Пока! КОЛЕВИЯ